Добрый день! В прямом эфире программа Вести Рязани. Её ведущая я, Юлия Дацкий. Некоторые темы, о чём сейчас расскажем. За свой счёт, насколько рязанский регион обеспечивает себя мясом? Парковки свободны, дворы заняты. Рязанцы не хотят оставлять автомобили на специальных площадках. И биатлонистам строят искусственную трассу «Снежная пушка» работает по 18 часов в день. Животноводство стало приоритетным направлением господдержки, в том числе и в Рязанской области. Аграрии, которые решили выращивать скот, получают субсидии в первую очередь. Это касается не только тех, кто производит молоко, но и мясного направления. О том, какие проблемы сегодня вышли на первый план в небольших фермерских хозяйствах, расскажет Наталья Пронькина. Это Владимирский тяжловоз у нас. Лошади, страсть Виктора Петровича. Заводил он их для хозяйства, но получилось больше для души. Разговаривать с животными он мог бы бесконечно, но нужно не забывать о делах. Подворье совсем молодое. В прошлом году супруги Новиковы завели свиней, бычков, гусей и уток. Больше всего доходов давала свинина, но в сентябре все 30 голов пришлось зарезать. АЧС. Им отдали. Но они нас не обидели тоже. Дали денег. Они же не за так все у нас забрали. Пока выращивать свиней нельзя. И Новиковы делают упор на племенных бычков. Их в хозяйстве 31. В коровнике на самом видном месте расписание. Привычка жить по распорядку осталась от колхоза, в котором Мария Васильевна полжизни проработала зоотехником. На, мишка, смотри, меня не трогай. Я тебе. Всех бычков она называет мишками, коров, малышками. Для них выращивают корма, сахарную свеклу, картошку, сено. А вот зерно приходится покупать. И несмотря на то, что в этом году оно подешевело, качеством фермеры недовольны. Вот видите, какое темное зерно. И оно даже прям пахнет селосом. Вонючее такое зерно. Сбыт остается главной для них проблемой. Найти оптового покупателя сложно. Приезжают, забирают. Его родня, моя родня, дети. Но все равно, сколько можно им зарезать, сколько они могут взять. Фермеры уверены, хозяйство будет расти, несмотря на все трудности. В коровнике еще много свободных мест. Кстати, таким как Новиковы готовы были помочь и в разгар АЧС, и сейчас. В Сарайском районе предлагали по льготным ценам замещение, там, свиней, на телят. Проблем с мясом на рязанском рынке нет, хотя говядины могло быть и больше. Вопрос в том, как состыковать подобных мелких фермеров с оптовиками. Новиковы говорят, что рады любой помощи от государства. Это позволило бы развивать любимое дело, без которого своей жизни они не представляют. Наталья Пронькина, Александр Бредихин, Вести Рязань. В рязанских дворах разводят костры. Таким образом, управляющие компании избавляются от ненужных веток, опиренных деревьев. Такую картину сегодня утро можно было наблюдать во дворе дома 14 по улице Костычева, рядом с парковкой машин. Обслуживает дом управляющая компания «Ирбис». Закончив обрезку зеленых насаждений, коммунальщики просто свалили спиленные ветки в мусорный контейнер и тут же сожгли. Между тем, по закону, разводить подобные костры во дворах жилых домов запрещено. И в управляющей компании об этом прекрасно знают. В этом нам лично признался ее представитель. Явно недовольный приездом журналистов, он все же пояснил, что костер во дворе развел во благо жильцов. А именно для экономии их денег. Вывоз опиренных деревьев стоит дорого. На плечи людей лягут дополнительные расходы. Проблема парковок в Рязани тема, насколько избитая, настолько и актуальная. Между тем, можно жаловаться на автомобили, припаркованные на газонах, детских площадках и тротуарах в префектуру. Ее сотрудники обязаны создать комиссию, зафиксировать нарушения и наказать виновника. По рязанским дворам проехала Ольга Андреева. Машинки не только на детской площадке, но и вокруг нее. Соседство горок и каруселей с продукцией отечественного и импортного автопрома вряд ли можно назвать полезным. Однако припаркованные автомобили давно стали неотъемлемой частью каждого двора. Они расположились на зеленой зоне, прямо между деревьями, прячутся в кустах или стоят на площадке для сушки белья. К вечеру в рязанских дворах с трудом можно проехать. Вечером, когда темно, вообще, можно сказать, в машин просто упираешься. Скорую вызывали в наш подъезд и там через подъезд. Значит, машину скорую оставили около помойки вот здесь, и врачам пришлось идти пешком. Машины стоят друг на друге вдоль всего дома. Несмотря на то, что стоянка автомобиля находится у нас буквально прямо через забор. Если во дворах аншлаг, то на автомобильных стоянках затишье. Валерий Новинский вспоминает, когда только начинал бизнес, все места были постоянно заняты. Автовладельцам приходилось заранее записываться, чтобы поставить машину на охраняемую парковку. Сейчас пустует каждое второе место. Люди экономят деньги. В основном вот эти, потому что дворы переполненные. Хотя тут это недорого. Ну, ставить дорогую машину во дворе, рискуя всем, и за две тысячи в месяц, вы сами понимаете, это может быть очень накладно. Ну, люди идут на это. Между тем, оставляя автомобиль во дворе, можно не только лишиться какой-нибудь его части, ведь хулиганы с рязанских улиц не исчезли, но и получить штраф от 500 до 2000 рублей. В том случае, если официальные парковочные места закончились, и приходится заезжать на газон. Ольга Андреева, Евгений Леонов, Вести Рязань. В Рязани сегодня чествовали матерей. По традиции, в преддверии праздника, который отмечается 29 ноября, Совет ветеранов Советского района устроил для многодетных мам концерт. Каждая из них уже бабушка и даже прабабушка. Дети давно выросли и обзавелись своими детьми. Но женщины по-прежнему чувствуют внимание, и каждая пришедшая признавалась. Статус мама – один из самых важных в ее жизни. Мать – это основное, что есть у человека. В каком бы возрасте он ни был, без матери плохо. Ведь не зря говорят, что без матери дети-сироты. И это правда. Мне приятно, что вот такой есть праздник, День матери. Потому что мы все матери, мы действительно мамы. Мы любим своих детей, дети любят нас. Вот у меня, например, уже три внучки, вот уже правнучка. То есть поколение, вот у нас уже четыре поколения. То есть жизнь продолжается. В биатлонном центре под Рязани уложили первые 500 метров лыжни. Сделать покрытие помогает снежная пушка. Как строят искусственную трассу, насколько она удобно, узнала Анастасия Захарова. Будто находишься в снегохарктике. Искусственная вьюга вкупе с морозом поддерживает это ощущение. Но лишь до тех пор, пока взгляд не вернется к бесснежным полям. Не дождавшись милости природы, в биатлонном центре укладывают лыжню. И первые 500 метров здесь обещают уже к выходным. Снежная пушка работает каждый день по 18 часов. Вскоре эти горы уже распределят по трассе. В отличие от естественного снега, искусственный снег гораздо плотнее. Нас даже невозможно пробить рукой. Именно поэтому такой снег очень любят профессиональные лыжники. Гонщик Сергей Михайлов, который скромно называет себя ветераном спорта, одним из первых открыл сезон еще в конце октября. В 100 метровках вокруг снежной горы пока его единственная тренировочная трасса. С другими регионами соревноваться сложно. У них более благоприятная зимняя обстановка. Поэтому нас очень спасает искусственный снег. Вначале, когда он насыпается, скольжение немножко более, ну как сказать, на сленге на нашем тупое. Тупит. Лыжи тупят, плохо едут. Потом, когда начинает кристаллизоваться, через пару дней скольжение улучшается и доводится на очень великолепного. Для качественной лыжни нужен снежный слой как минимум в 20 сантиметров. Это длительная скрупулезная работа, остановить которую может оттепель. При минус трех снежная пушка уже не работает. Для того, чтобы подготовить снег, нужно две позиции. Первая – это температура, где-то минус 5-7 градусов. И давление скважины, скважины где-то порядка 10-12 атмосфер. Когда вот эти две составляющие имеются, значит, ну мы готовим снег. Вслед за 500-метровой трассой здесь надеются закатать в снег еще полтора километра. Этого хватит, чтобы обеспечить тренировки воспитанникам лыжных и биатлонной секций. А заодно спортивные уикенды любителям этого спорта. Остальные же более длинные трассы комплекса будут ждать настоящего снегопада. Анастасия Захарова, Владимир Буданов, Вести, Рязань. Владимир Путин призвал не терять талантливых детей. Приоритетные задачи глава государства видит работу по выявлению таких талантов и их сопровождение по жизни. Направлений много. Максим Ларин наблюдал, как раскрываются дети из киношколы на сцене. Поздравить хочу я вас. С годом кино. За неделю до выхода на большую сцену. Последние прогоны под занавес года российского кино. В этой киношколе ставят проект, который объединяет сразу несколько направлений. Вокальные номера перемежаются с театральными инсценировками. А те являются логичным продолжением известных фильмов. Репетиции каждый день. Важно продемонстрировать, чему научились воспитанники. Какие-то отрывки, скетчи, в которых они участвуют, которые они сами снимают, демонстрируют актерское мастерство, которое они тоже освоили. Они все делают сами. Отбивают хлопушкой заветные сцены и дубли, стоят за камерой, а потом тут же погружаются в роль. Мечта многих стать артистом. И педагоги даже не наставники. Скорее коллеги по цеху. Мы учим наших детей снимать, также играть. То есть заниматься не только актерским мастерством, но и непосредственно быть режиссерами, операторами, а также монтировать передачи. Ну и, естественно, разрабатывать, иметь возможность разрабатывать концепцию всех этих передач. В соседнем павильоне съемки новой версии «Красной шапочки». Короткий метр родился из сценария, который написали сами дети. Бабушка ищет пистолет. Волк цели с нее. Не это потеряла бабуля. На днях Владимир Путин заявил о необходимости выстроить комплексную систему сбережения и развития юных талантов. И подобное обучение кино и телемастерству позволяет, с одной стороны, определиться с выбором будущей профессии, с другой – раскрыть способности, которые до этого спали в ребенке. Ведь поначалу каждый из них страшно боялся выходить к зрителю, а теперь не представляет, как можно жить без этого. Максим Ларин, Александр Бредихин, Вести, Рязань. Рязанский художественный музей представил свои поступления за последние пять лет. Комплектование и сохранение фондов – важнейшая задача музейной деятельности. Сотрудники проводят постоянный отбор произведений на выставках и в мастерских художников, ведут активную работу с дарителями и коллекционерами. Какие новые произведения искусства теперь доступны посетителям художественного музея, увидела Жанна Алпатова. То понятный букет цветов, то загадочные штрихи. Нет общей тематики и одного художественного стиля. Объединяет эти работы время создания – 30-е и 40-е годы 20-го века. Это имена тех классиков нашего русского искусства, которые сейчас немножечко ушли в тень. Но это действительно люди, создававшие наше искусство. Это Николай Михайлович Ромадин, это Борис Окараков. Также я хочу обратить внимание на работы Валентины Дюфиной Кристи, которая наследовала традиции русского импрессионизма. Работа Александра Ситникова «Рождение молнии» – это авангардное направление. За темными линиями каждый видит свой образ разбушевавшейся стихии. Художник говорит, что его настроение тогда было оптимистичным, несмотря на черные краски полотна. Задача музея состоит в том, чтобы объединять разъединенных по большей части художников. Скажем, вот мое поколение – это художники 70-х годов, которые ушли вот с наступлением таких перемен, радикальных перемен в нашей истории. Как-то они ушли на второй план. На первый вышли художники такого радикального направления, такого экстремального направления. Многие работы впервые увидели свет. Такие выставки, созданные из новых поступлений, открываются раз в пять лет. Для сотрудников музея – это своеобразный творческий отчет. Для художников – попытка объединиться в культурном пространстве. Для зрителей – своеобразная чаша положительных эмоций. Мне кажется, любые работы, как бы давно они не были созданы, всегда вызывают в душе приятие. Мне нравится, что это резонцы, знакомых фамилий много, рада. Они все работают, выставляются, и музей пополняется. Их работают. Есть и редкие картины, например, пейзаж со стадом. Работа 17 века. Пока автор неизвестен, но предполагается, что это кисть знаменитого западноевропейского художника Яна Бота. Проверка подлинности еще впереди. А это портрет автора Антона Черкова. В начале 20 века он преподавал в Рязанском художественном училище. И это тоже гордость музейных коллекционеров. Кстати, выставка следует традициям лишь начала цикла экспозиции. Перед Новым годом откроется вторая часть. Жанна Алпатова, Сергей Громотеев, Вести Рязань. И пока все. Хорошего продолжения дня. Увидимся в 17.20. По данным ядрами Центра России, в ближайшие сутки ожидается облачная погода, временами небольшой снег. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба существенно не изменится. Температура воздуха ночью по области минус 3,5, в Рязани 2,4 градуса мороза. Днем по области от минус 2 до плюс 1, в Рязани около 0. Субтитры подогнал «Симон»!